205 белорусов получили разрешение на въезд в Литву по гуманитарным причинам. Соответствующий приказ подписала министр внутренних дел Арито Тамашунине. Такие разрешения выдают пострадавшим от режима и репрессии, а также столкнувшимся с гонениями гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. 54 белоруса уже прибыли в Литву. О том, как граждане Беларуси обосновываются в нашей стране, с какими проблемами сталкиваются и кто им помогает, мы поговорим с представителем волонтерской организации «Допомога» Виолеттой Белицкой и участником митингов в Беларуси, политическим беженцем Евгением Зайчкиным. Евгений, Виолетта, добрый день. Здравствуйте. 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 Давайте для начала проясним, Виолетта, с вами, организация «Допомога», представителем которой вы являетесь, вот что это за организация, как она появилась и чем вообще занимается? Ну, вы правильно сказали, это абсолютно волонтерская организация, это гражданская инициатива, появилась она совсем недавно, нам нету, наверное, даже месяца, вот, и образовалась она совершенно спонтанно. Наверное, толчком к образованию нашей организации, первым таким толчком было 9 августа, когда мы стояли перед посольством Беларуси в Вильнюсе и хотели проголосовать за своего кандидата. Мы пришли голосовать туда утром, наверное, часов в 10, и к 8 вечера мы не смогли это сделать. По каким причинам это так получилось, непонятно, но около 500 человек, которые стояли под посольством, не смогли отдать свой голос за своего кандидата. И когда в 8 часов вечера избирательный участок закрылся, у людей были такие эмоции, что долго не могли разойтись. И каждый вечер, каждый день, каждый вечер все стали собираться и подходить к этому посольству. Мы все видели те события, которые происходили в Беларуси, происходили в Минске 10, 11, 12 августа, и, наверное, это была такая большая необходимость это обсудить, поговорить и как-то излить свои эмоции. И вот каждый день, собираясь, знакомясь друг с другом, там собирались все беларусы, студенты, люди, которые там работают, живут уже много лет, даже литовские граждане, которые по каким-то причинам имеют связи с Беларусью. Мы начали собираться каждый день. Мы организовали свой чат, в котором просто координировали свои действия, уточняли время, когда мы придем дальше. Мы начали делать какие-то плакаты визуальные для того, чтобы высказать нашу позицию. И, наверное, отправной точкой, вот такой уже окончательной критической точкой, было 29 августа, когда к нам приехали первые люди, которые бежали из Республики Беларусь. Их привезли прямо к посольству с границы. Оказались они у нас, ну, я не знаю, как совершенно случайно, наверное, нет. Дело в том, что как раз вот Литва объявила о том, что она открывает гуманитарный коридор и будет оказывать помощь гражданам Беларуси, которые подвергаются репрессиям, чьим жизням и свободе угрожает опасность. Эта информация прошла, но нигде не было никаких подробных сведений о том, как этот гуманитарный коридор работает. И вот первые ребята, которые к нам приехали, они были вынуждены собраться очень быстро. Фактически в чем были, в том они уехали. Это была пара с двумя детьми маленькими и еще один мужчина. Пока они ехали, просто они ехали в никуда. И пока они ехали границы, они нашли в фейсбуке группу, которая называется «Беларусь-Литва». Она существует очень давно, наверное, с 2015 года. И предназначена для общения беларусов, литовцев, как пересекать границу, какие есть изменения на границе, как работать. В общем, люди обменивались полезными советами. Да-да-да. То есть она была в основном ориентирована на граждан двух стран, которые ездят друг к другу в гости, на шоппинг. Она была совершенно такая... Неполитическая, так скажем. Неполитическая, да-да. И эти ребята, которые ехали, они написали в эту группу и сказали, нам нужна помощь, мы едем на границу, и скажите, можете ли вы нам помочь. Мы в опасности. И, в общем-то, все ребята, которые стояли под посольством, они эту информацию получили. Все, что мы могли сделать на тот момент, так как мы тоже не владели информацией, как работает этот гуманитарный коридор, мы со своей стороны просто выехали на границу и связались с пограничниками. Просто узнать, что с ребятами, не вернут ли их назад, пропустят их в Литву. Но гуманитарный коридор действительно работал, ребят пропустили, и мы их привезли сюда, в Вильнюс. Вот, в общем-то, с этого все и началось. Ребята были первый раз в этом городе, у них не было ни знакомых, ни родных, ни кого, кому бы они могли обратиться за помощью. И вот, наверное, вот это старт нашей волонтерской программы. Все те люди, которые стояли под посольством, объединились в группу волонтеров и сказали, мы готовы помогать всем, чем мы можем. И, в общем-то, наша помощь заключается, первое, в том, что мы даем крышу над головой. То есть мы их селим, размещаем, находим апартаменты, где они могут провести, ну, как бы, ночь. Да? Вот. И когда мы начинаем разговаривать, и начали разговаривать с другими гражданскими инициативами, что делать дальше с этими людьми, и что им делать, никто не знал. Эти люди, в первую очередь, не знали, что им делать. И 2 сентября была встреча правозащитников, на которую пригласили представителей. У нас даже не было тогда никакой организации. Мы были просто люди. Как инициативная группа. Инициативная группа, да. На этой встрече принимал участие начальник управления по беженствам из миграции. Принимали участие представители департамента пограничных... Службы охраны государственной границы. Наверное, да. И было выработано какое-то такое уже более-менее понимание, как эти люди могут въехать в страну, что с ними будет дальше, и какую помощь мы можем им оказать. И самое главное, чем мы занялись, это в первую очередь легализация этих людей. Крышу над головой мы им предоставили, но этого совершенно недостаточно. Они сюда въезжают без всяких прав. И мы начали просто составлять документы сами, что нам нужно делать с такими людьми в первую очередь. И наши волонтеры... Родилась отсюда менторская программа. То есть каждому человеку, который приезжает сюда, прикрепляется такой ментор, который полностью отвечает в первый месяц за этого человека. Этому ментору помогают различные люди, другие волонтеры, потому что не всегда ментор может быть компетентен в вопросах миграции, не всегда он может иметь машину, чтобы куда-то съездить, кого-то привезти или отвезти. Поэтому начали вокруг этих менторов собираться такие небольшие группы волонтеров, которые полностью... Скажем так, мы хотим и говорим о том, что мы делаем такую защиту и домашний уют этим людям. По крайней мере, мы это очень стараемся. Соблюдение режима самоизоляции вынуждает этих людей две недели находиться в том месте, в котором мы их заселяем. Мы помогаем сделать регистрацию, мы помогаем записать их и оформить документы в миграцию. Вместе с ними идем в миграцию и разговариваем, помогаем им, потому что они не знают ни языка, не знают правил. И второе, что самое главное, на мой взгляд, мы делаем и мы просто объясняем правила жизни в этой стране. Потому что в Белоруссии правила, мягко говоря, другие, их вообще нет. Ну вот, наверное, в этом и состоит общий смысл нашей работы. То есть фактически ваша организация в поле родилась, можем так сказать? На улице, если быть точным. Да, и, значит, когда нас уже стало много, и мы решили, что если мы приобретем какой-то такой юридический статус, то мы сможем сделать больше, мы сможем уже просить поддержку у литовских политиков, мы можем обращаться в другие гражданские инициативы и сотрудничать с ними. И, в общем-то, мы зарегистрировали нашу организацию «Допомога», которая вот сейчас, она ориентирована именно на помощь людям, которым угрожает опасность. В дальнейшем мы все-таки планируем более быть нацелены на интеграцию всех белорусов, которые сюда приезжают, учиться либо работать на интеграцию и жизнь в этом обществе, в этой стране, если они ее выбрали. Сколько на данный момент в вашей организации насчитывается вот таких волонтеров? Мы как раз считали недавно где-то 56 человек. По поводу помощи. Вот вы упомянули обращение к политикам. А сами политики, может быть, предлагали вам какую-то помощь? Либо политики литовские, либо общественные деятели, может быть? Или, может быть, ведомства какие-то? Ну, вот часть вы упомянули, может быть, еще какие-то есть. Ну, самая главная помощь, которую нам оказывают, это поддержка. На наших митингах, которые мы устраивали под посольством, и вот недавно у нас прошел эвент возле русского драматического театра. Всегда присутствуют литовские политики. Они говорят, они поддерживают нас, они разделяют с нами вот эту нашу боль, и они искренне просто это видно. И кроме такой вот моральной поддержки, это, конечно, информационная поддержка, потому что сам переход, сам переезд в эту страну, зачастую у этих людей нет никаких виз, и так как Литва находится на карантине, даже действующая туристическая виза, она не позволит этим людям сюда прийти. И когда к нам обращаются эти люди, они спрашивают, как мы можем попасть в страну. Мы не можем говорить, не можем ничего придумывать, и вот у нас с нами разговаривают, нам объясняют, как это сделать, чтобы это все было по закону, чтобы это все было легально и наиболее комфортно для людей. А вот белорусы, которые сейчас приезжают в Литву, вот кто они, от чего они бегут? Это, как правило, какие-то однотипные истории, или они могут очень сильно различаться? Ну, наверное, эти истории практически однотипные, хотя люди совершенно разные. А когда к нам обращаются, то, конечно же, мы стараемся посмотреть немножко вперед. Одно дело помочь им сюда переехать, и вторая задача, которая очень крайне важна, это что будет с ними дальше, какими специальностями они обладают. Вот есть ребята у нас, мальчушки, которые студенты. и вот мы сейчас один парень, мы ведем, и уже практически, наверное, процесс завершается, он будет продолжать свою учебу в Европейском гуманитарном университете. Вот. И мы всегда спрашиваем у этих людей, кем они были, какие у них специальности, что они могут. Мы помогаем им найти работу. Но они все разные, но история у них у всех одна. фотографии, которые они нам присылают, те документы, которые они нам присылают, справки из больницы, в которой они лежали с диагнозами, огнестрельные ранения или побои, протоколы задержания. Практически у всех одна и та же статья, которую якобы они нарушили в Республике Беларусь. И одинаковая история. Вот сейчас вот буквально сегодня ночью к нам обратилась семья с маленькими детьми. И они сказали, что они просто ехали в машине и решили подвезти людей, которые шли с митинга, не знаю, просто с какого-то шествия. У этих людей были флаги, белорусские флаги, бело-червоно-белые флаги. Это было единственное, чем они могли нарушить закон. И они посадили их всех в машину. И дальше, когда они продолжили путь, то им его преградили люди в балаклавах без опознавательных знаков, которые представились сотрудниками милиции, разбили машину. водителя этой машины, он сейчас находится в больнице. А женщина с двумя детьми сказала, что ее вызывает следователь. И ее адвокат сказал, что вот уже есть статья, и им в общем-то пытаются не знаю, как это даже обвинить в терроризме. вот такая статья по терроризму. И сейчас вот она обратилась сегодня... Не просто масса акций, а даже терроризм. Да, да, да. И сегодня она обратилась к нам и сказала, как я могу уехать вместе с детьми, и как мне это сделать. Будет ли мне предоставлена какая-то защита. Я напомню, что также у нас в студии Евгений Зайчкин, белорус, участник тех самых протестов, которые проходили после выборов, самые, наверное, ожесточенные протесты. и фотография с вашим участием, точнее, на которой изображены вы, растерянный сотрудник ОМОНа, облетели, наверное, весь интернет, вас признавали погибшим. Расскажите, что происходило после 9 августа в вашей жизни и как вы переехали в Литву? Ну, после 9-го очнулся я уже 10-го в больнице, еще не было 6-ти утра, уже стояли сотрудники милиции возле моей койки. Один из них спросил, могу ли я разговаривать. Ну, я понял, что если я начну говорить, то как бы я могу с больницы прямо уехать куда-нибудь там в другое место. Я сказал, ну, я махнул головой, что не могу говорить. Он ушел, сказал, что придет попозже. Я попробовал встать, посмотрел, что двигаюсь более-менее нормально. боль была, но не такая. И я ушел. Ушел, уехал к друзьям, отлежался два дня там. Ну, и потом я продолжил ходить на митинги, пока мне не, ну, не позвонили домой. Но на тот адрес, где я не проживаю уже очень давно. Естественно, все мои друзья знали, что я там не живу. И я понял, что это не друзья звонили. Я начал думать, как и куда можно уехать, потому что они будут искать. Так как я очень много давал интервью во всякие страны разные и по телевидению. И как только я решил, что я поеду в Литву, так как у меня была виза. И буквально вот вечером я сел в автобус, проехал границу и уже утром мне позвонили и сказали, что приходили ко мне домой, там, где проживает мой сын, и искали меня там. Ну, естественно, не нашли, никто не знал, где я, поэтому они даже не сказали, где я. Ну, они, я так понял, что они начали проверять все и нашли, и показали по нашему национальному каналу первому, как я пересекаю границу, якобы убегаю от чего-то. Ну, вот, такое короткое. Насколько я понимаю, вы попали в Литву вот не по этому самому гуманитарному коридору, по другой причине. В таком случае, я спрошу у Виолетты, вот, Виолетта, вы уже на практике сталкивались, наверное, с этим. Как вообще работает этот гуманитарный коридор? Вот, допустим, человек решил воспользоваться им из Беларуси и поехать в Литву. Вот, что ему прям нужно сделать по шагам и сколько это времени занимает? Ну, в принципе, механизм разработан. человек, который считает, что ему угрожает опасность. То есть, просто так захотеть и уехать, ну, наверное, это не совсем верно. То есть, если человек понимает, что ему угрожает опасность, тогда он должен обратиться с официальным письмом, которое направить в посольство Литвы в Республике Беларусь, если он там находится, направить его на электронный адрес Министерства внутренних дел Литвы, приложить все свои документы, которые у него имеются, справки из больницы, протоколы задержания, штрафы, ну, все. Объяснить в этом письме, что с ним произошло и почему он считает, что ему угрожает эта опасность. И попросить защиты у Литвы. Это письмо рассматривается и как только принимается положительное решение, человеку выдается виза Д, по которой он может въехать в Литву. Вот. Это, скажем так, это один из вариантов, когда человек находится в Беларуси и у него есть время, ему нету такой критической необходимости уезжать. Но в основном, вот, например, очень часто к нам попадают ребята, которые которые вынуждены уезжать фактически вот очень быстро, даже без вещей, вот в том, в чем они находятся. У нас есть мальчишка, его зовут Елисей, ему 19 лет, он приехал сюда к нам в пятницу, и он рассказал нам свою историю, он три дня не выходил из дома, потому что за ним следили, и какие-то люди стояли все время возле подъезда, пытались выручить ему повестку, звонили все время домой, и он был очень напуганным, ему 19 лет, его обвиняли в том, что он является координатором протестов в своем городе, где он жил, в городе Могилеве, и тогда он написал нам, у нас есть страничка в фейсбуке, она так и называется, это помога, он написал нам сообщение, пожалуйста, помогите, можете ли вы мне помочь, что мне сделать, и мы понимали, что он не может ждать официального вот этого обращения, ответа из Министерства внутренних дел, и тогда мы ему сказали, хорошо, собирайся и уезжай, едь на границу, вот, есть второй путь вот для таких людей, которым действительно вот нужно экстренно покинуть страну, они приезжают на границу, и тогда уже на литовской стороне пограничники, они, в общем-то, делают те же процедуры, которые они могли делать и в Беларуси, они пишут прошения, они описывают всю ситуацию, что с ними произошло, прикладывают документы, которые подтверждают все, о чем они говорят, и тогда пограничники точно так же связываются и с Министерством внутренних дел, и, в общем-то, тоже получают для них разрешение, но для тех людей, кто находится вот прям на пограничном пункте, просит разрешение въезда в страну, там немножко другая процедура, им дается охрана, они могут выбирать два варианта, либо просить временную защиту, которая им дается на две недели, либо просить политическое убежище, вот, и в зависимости от того, чего они хотят, дальше уже включается другой механизм действий. МВД Литвы опубликовало данные о 205 белорусах, которые попросили, точнее, получили разрешение на въезд в Литву, но, вероятно, что таких желающих гораздо больше. Может быть, у вас есть какие-то примерные данные о количестве белорусов, которые хотели бы переехать в Литву, но, возможно, еще не получили разрешение на это? Ну, конечно, у нас таких данных нет, но, судя по тем событиям, которые там происходят, там, каждому человеку, который находится сейчас в стране, Белоруссии, и кто имеет иную точку зрения от официальной, в общем-то, им угрожает опасность. Вот. И я могу судить только по одному, что нам каждый день пишут о том, что вы можете нам помочь, помогите, пожалуйста. Вот. И с каждым днем таких сообщений становится все больше и больше и больше. А вот, Евгений, вы наверняка общаетесь со многими людьми, которые участвуют в этих протестах, или, может быть, участвовали. Вот, по вашим ощущениям, среди вашего круга общения многие собираются уехать, или, может быть, уже покинули Беларусь? Ну, еще не покинули, собираются, но у меня все знакомые, ну, практически все, они семейные, а это такой шаг, который, ну, трудно сделать, оставить все на неопределенный срок и уехать. Поэтому, как бы, если бы было жилье и работа здесь и там, то я думаю, что, наверное, все бы, мои знакомые, уже переехали жить сюда. А какие главные проблемы, с которыми вы столкнулись, как приехали сюда, ощутили, и насколько хватает поддержки, может быть, литовских ведомств, волонтерских организаций, как допомога? Да, я там не рассказал. В общем, я когда пересекал границу, мне пришлось просить политическое убежище, так как мою визу аннулировали, а я об этом не знал. То есть, я пересекал белорусскую границу, меня долго проверяли, но пропустили. И когда мне литовские пограничники сказали, что ваша виза аннулирована, я понимал, что и назад я вернуться не могу. И сюда меня не пускают. И о коридоре этом гуманитарном я еще тогда не знал. И мне пришлось попросить политическое убежище. И, в принципе, мне его предоставили даже вот на это вот время, которое выдается на первое рассмотрение, предоставлять или нет. И мне его предоставили и даже пустили дело дальше. То есть, будет второе рассмотрение, по которому решат, дадут мне вот этот статус беженца политического или же нет. И да, вот и когда я был здесь в карантине, я тоже еще не знал, познакомился я в карантине с семьей, которая также уехала и просила политическое убежище. Там была семья из двух человек, из четырех человек, с детьми, и они как-то активно смотрели соцсети, и вот, в принципе, они и нашли вот это вот людей, из этого допомоги обратились к ним. Они сказали, что как только закончится карантин, мы должны встретиться. Вот этот Святослав, он рассказал мне о них, и мы решили вместе встретиться. Там мы познакомились с Натальей, и с Каролиной, и как бы нам рассказали, что на то время, это было начало сентября, что они уже могут сделать, и как могут помочь. Ну, это было здорово, так как у нас совершенно, ну, не было никаких, и у нас даже этого гуманитарного коридора не было. Не жилья, ну, только центр, который предоставляет миграционная служба. И они начали помогать активно в поиске жилья, так, чтобы все было официально, чтобы нас хорошо перевели из Побраде в Вильнюс на съемные квартиры, и дальше помогают со всеми документами, которые нужны, которые просят предоставить, они нам помогают, переводят, в общем, хорошая организация очень помогает. Виолетта, скажите, планируют ли допомога в ближайшее время организовывать какие-то инициативы, связанные с отстаиванием голоса белорусов или с предоставлением какой-то помощи для них? Да, у нас очень классная, здоровская команда волонтеров, ребята очень все креативные и много проектов. Конечно, основная наша задача сделать так, попытаться сделать так, чтобы интерес к событиям в Белоруссии не затух, чтобы о них говорили, потому что международное давление очень важно и это большая поддержка для тех людей, которые там находятся. Вот, и безусловно, эти инициативы будут. Ближайшее мероприятие у нас будет в воскресенье. Вот мы уже отправили заявку и получаем разрешение. Так как 15 сентября был Международный День Демократии, то возле президентуры планируется провести такой митинг небольшой, на котором также, по моим данным, будут присутствовать литовские политики. Кроме того, наши ребята очень активно находятся в контакте с другими белорусскими диаспорами в других странах мира. И все много мероприятий, когда планируются все вместе. То есть в разных странах, во Франции, в Испании, в Словении, в Венгрии, в Литве проходят мероприятия в один и тот же день на одну и ту же тематику. Я еще, если позволите, хотела бы добавить... Только прошу прощения, совсем коротко, у нас время уже... Я хотела бы просто добавить про людей, которые живут в Литве и которых мы не делим на белорусов и литовцев. Но это очень активное социальное сообщество. И в соцсетях, когда мы сказали, что людям, которые приезжают, нужна помощь в одежде, в еде, то все очень откликнулись. И мы нас просто завалили звонками и говорят, мы готовы все купить, привезти, куда нужно и говорить, и что нужно. За это, конечно, всем огромное-огромное спасибо. И буквально на полминуты последний вопрос, наверное, для обоих участников. Вот волонтеры, которые в вашей организации, они кто? Это белорусы, которые проживают в Литве? Может быть, есть даже и литовцы? И вот люди, которые, как Евгений, приезжают сюда, включаются ли они в волонтерскую работу? Это и белорусы, и литовцы. Но если это литовцы, то у них какие-то есть корни и какие-то связи с Белоруссией. Да, включаются. Ну, во всяком случае, все предлагают свою помощь. И я когда предложил, не сразу, но потом ко мне обратились, нужны были руки. И да, помогаем, как можем. И всегда готовы помогать, если будут обращаться. Что ж, спасибо большое. Я напомню, что гостями студии сегодня были Виолетта Белицкая из волонтерской организации «Допомога» и Евгений Зайчкин, который является политическим беженцем из Беларуси. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.